Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Прежде чем я перейду непосредственно к тексту, мне хочется сказать следующее. На мой взгляд, здесь произошло два основных момента. Первый момент – это то, что не вы, не ваша свекровь, скажем так. Не стали другими людьми. То есть и вы, и ваша свекровь, да, остались теми же самыми. Вот. Это первое. И второе, на что я бы тоже хотел обратить ваше внимание, это то, что вот по вашему описанию, да, как вы описываете, я бы сказал, что эмоционально вот это все. То есть это эмоционально и с вашей стороны, и со стороны свекрови. То есть мне показалось, что поведение, которое вы продвигаете, да, которого вы придерживаетесь, равно как и поведение вашей свекрови. Поведение больше эмоционально, такое экспрессивное, нетипичное для вас и для нее соответственно. Ну, понятно, что я могу ошибаться, понятно, что я могу чего-то не видеть от того, что видите вы. Может быть, вы и скажете, что нет. Свекровь всегда такой была, например. Вот. Или нет, я всегда такой была. Но я не могу избавиться от ощущения, что очень быстро все переменилось и у вас, и у нее. И вот это ощущение быстрой перемены и мотивирует меня на то, чтобы говорить о том, что это более экспрессивная такая история, нежели чем история, ну, идентичности, скажем так. То есть когда люди ведут себя, ну, в соответствии со своей идентичностью, вот. Мне это видится так. Поэтому вот если вам, условно говоря, как-то это откликается, то я бы в первую очередь подумал бы об этом, да, что вы ваши, ну, как бы, фигуры, да, вы, ну, те же самые, те же люди, вот. Понимаете, да? Вот. Дальше. Теперь текст ваш. Значит, подскажите, как поступить в этой ситуации? Ну, мы не даем советов анонимно, поэтому как поступить не подскажем. У меня есть свекровь, хорошая женщина, но одной волне с ней были. Ну, хорошая, называть человека хорошим только потому, что вы с ней на одной волне, это, на мой взгляд, несколько чрезмерно. Это первое. Второе, то, что она хорошая, это ваша оценка. Вот. И, в общем-то, наверное, нужны более глубокие характеристики для того, чтобы понять, что это за человек. Можете ли вы дать такие характеристики, это большой вопрос. То же самое касается и того, что вы были с ней на одной волне, как вы пишете. Если вы были с ней на одной волне, то что это значит? Что значит быть на одной волне с человеком? Дальше. Я вышел на работу, ребенок уходит в садик, времени не так много. Остается после работы, стал ей реже звонить, муж с ней созванивается, узнает, как у него дела. И, естественно, я всегда в курсе этого. Ну, опять же, на что здесь хочется обратить внимание? Хочется обратить внимание на то, что вы вышли на работу, ваша модель поведения изменилась, изменилась ваша модель поведения вполне естественно, вот. Но при условии наличия связи с человеком, наверное, как-то проговорить этот момент все-таки, ну, стоило бы. Обратите внимание, что вам этого не захотелось сделать, вам не пришло в голову как-то этот момент обговорить. Вероятно, вероятно, вам казалось это и кажется самим собой разумеется. То есть вы уверены в том, что смерть отнесется к этому воспониманию. Вот. И вот момент такой, что очень часто хороших людей, хорошими людьми, мы называем тех людей, кто, по нашему мнению, поймет то, что очевидно для нас. И когда человек не понимает, он перестает быть хорошим. На мой взгляд, именно это и случилось между вами и свекровью. Дальше. Вы пишите, что муж созванивается, узнает, как он и дела, и вы, естественно, в курсе этого. Вот насколько это естественно для вас. Пожалуйста, моя мама, свекровь, что я стала меньше времени уделять, раньше могла выслушать все ее проблемы, в общем, так сказать, взять груз на себя. То есть человек высказывает здесь, ну, свое какое-то отношение к происходящему. Опять же, обратите внимание, пожалуйста, на то, что если вам важен человек, ну, скажем так, если он имеет какое-то значение, да, если вы к этому человеку что-то чувствуете, да, то есть, ну, что-то ощущаете, то, опять же, на мой взгляд, на мой взгляд, вполне естественно, ну, сказать, ну, об этом ему что-то, да, когда вы узнали о том, что вот, ей, ну, ей что-то не нравится, понимаете, понимаете, да, какая история, но вы этого не сделали, опять же, я вас не обвиняю сейчас, я просто говорю о том, что вот такой вариант и такой факт присутствует. Дальше. Вы пишите. Позже разговаривала по телефону со свеклом, передала ей привет и отключилась. А, и не отключилась. Вот, опять же, момент, да, после того, что вы узнали про свекрошу, после того, что вы узнали, вам не захотелось именно с ней, ну, поговорить, обсудить, да, этот момент. Вот, это очень такой важный, как мне кажется, аспект, что вы просто решили, ну, вот, пообщаться со свекром, да, и всё. Вот, повторюсь, я не обвиняю вас, ещё раз, нет обвинения, я просто показываю вам, просто показываю, как вот, ну, обстоят дела. Понимаете, понимаете, да, какая штука? Дальше. Не отключилась, услышала крик и оскорбление о себе, чтобы я больше не оправдался ей на глаза. Здесь важный момент, насколько это типичное поведение для свекрови. Знаете, то есть, ну, то есть, условно, если человек всегда такой вот, ну, такой культурный, да, такой выдержанный, такой, может быть, ну, спокойный. Вот. А тут вот так, как бы оказалось. Это может быть странным, на самом деле. Понимаете, да? Поэтому, здесь, важно присмотреться. Дальше, она не знала, если я всё услышал. Ну, понятно. Муж находился в командировке, я ему сообщила об этом, потому что всё-таки она его мать, и он с ней может это всё обсудить, почему она так думает. Вот здесь, мне кажется, происходит перекладывание ответственности, потому что это ваша проблема со свекровью. Да? Которая не связана напрямую с вашей семьёй, это связана только с вами. Вот. То есть, непосредственно только с вашим, ну, отношением, да, с вашим поведением и всё. Поэтому, на мой взгляд, вам здесь нужно было бы с ней поговорить, но вы это отдали мужу. И опять же, это не обвинение. Просто, постарайтесь увидеть, из чего такая модель. Почему муж должен разговаривать с мамой о ваших отношениях? Муж должен разговаривать со своей мамой, да, о том, что касается его мужа вашей семьи и мамы. Но, помимо этого, есть ещё просто отношения между вами и свекровью. Отношения просто как, ну, как двух людей. Тем более, что вы говорите, что были на одной волне и так далее. Вот. И тут вдруг такое вот желание, да, ну, как бы отдать на аутсорсинг, условно, решение этого конфликта. Вот. Либо, так, вы обращаетесь со своей обидой, то есть вам обидно было вас задело, но вы это не признали и прямо свекрови не сказали. Либо, ну, здесь что-то ещё. Например, неважность свекрови, а больше, ну, вежливость, например, какая-то. Так, естественно, муж за меня заступился, как бы и я заступил из-за него. То есть, ну, вот здесь интересный момент. В моей картине, в моём восприятии, а, заступаться за человека можно только, когда он сам себя защитить не может. Либо, когда, опять же, это касается семьи, то есть вот приходит свекровь, начинает указывать вам, что делать, да, как вести хозяйство, муж может заступиться, потому что это его семья. Это посягательство на его семью. Тут всё не так. Тут конкретная претензия вам. Хорошая она или плохая, это уже другой вопрос. Тут конкретная претензия вам. И почему-то муж должен за вас заступаться. Да? При том, что вы, как вы и сами подтверждаете, не производите впечатления человека, человека, за которого нужно заступаться. Не позволило бы своей маме оскорбить моего мужа, так как это мой выбор и мне с ним жить. Это, опять же, интересный момент. Дело в том, что оскорбить жену или мужа можно в контексте семьи, вашей семьи с мужем. Но, помимо этого, есть ещё и просто личные отношения двух людей. И там оскорбления, на мой взгляд, не нуждаются в такой же интерпретации. Понимаете? Вы, как бы, не то, чтобы не правы, говоря о том, что, ну вот, что вы не позволили бы своей маме оскорбить мужа, да? Вот. Вы не то, чтобы не правы. То есть, доля истины есть. Но, если мама говорит, что вот мы с ним поехали в магазин, и он там полчаса или час разговаривал по телефону, я считаю такое поведение свинским. Это её личное мнение, которое появилось вследствие ответственности вашего мужа и не касается вас напрямую. Поэтому, не позволение оскорбить здесь, это запрет на выражение чувств человека. Что не очень хорошо. Дальше. Вот вы пишите, так как это мой выбор, и мне с ним жить. Опять же, выбор чего, да? Если это ваш выбор, и вам с ним жить, причём не с мужем. То есть, тут противоречия наблюдается. Муж очень хороший человек. Ну, вы свекровь называли хорошим человеком. То есть, у вас муж очень хороший человек, свекровь хороший человек, но вот теперь она такая, такая. То есть, это вот как-то, ну, бросается в глаза, что у вас как-то... Как-то вот такая форма оценки, ну, несколько поверхностная, как будто бы. Очень стыдно было рассказывать ему оскорблении от его матери. Ммм... То есть, вам стыдно рассказывать ему. То есть, здесь не только вас задело поведение с укрой, но ещё и вызвало чувство стыда перед мужем. Простите, а как это связано? То есть, как связано оскорбление свекрови, с тем, что ваш муж очень хороший человек, и тем, что вам стыдно? Можете как-то там связать? Мать из его сторону сказала, пусть тогда от неё откажутся, так как я это придумал, пытаясь их рассорить. Но я услышала, что сама никто не заставлял меня говорить оскорбление в мой адрес. Ну, вот чувство след вас обиды, конечно. Обиду можно помочь спрашивать вам. Она мне написала, продолжила дальше гнуть свою линию, с словами, что она ничем не обидела, я должна была прийти с ней поговорить. Ну, вот, человек может считать, в принципе, всё, что угодно. Вот. Вопрос в том, чего ожидали вы. Но тогда я услышала слова, чтоб я больше не приходила к ней, и я скотина. Окей. Скорее всего, это было сказано на эмоциях. Вас это задело, я понимаю. Объяснила она эти слова тем, что она обиделась, что я позвонил свою игру, а не ей. Ну, вот, собственно, то, о чём мы говорили. О чём я говорил раньше. Я ей сказал, что это не повод говорить такие оскорбления. Ну, так это вы так считаете. А как человек это воспринял, ещё не ясно. Понимаете, да, как человек к этому относится, не ясно. Другое дело, что вам не было важно ей позвонить после того, что вы услышали. И вот вопрос в том, насколько вы на самом деле, ну, считаете человека хорошим. Я всегда за неё заступал в любых конфликтах. А зачем? Если она конфликтовала с сыном. А зачем? Её конфликт с сыном, это её конфликт с сыном. Опять же, не с его семьёй. Вот. Как бы... Вот. Понимаете, да, цепочка? Вы хотите, чтобы за вас заступился муж в личных отношениях с другими людьми. Вы бы заступили сами за мужа, получается, в личных отношениях с другими людьми. И вы бы заступали за свекровь в личных отношениях её с сыном. Вот. Это, на мой взгляд, треугольник Карпмана. Почитайте в интернете, чтобы понять, что это такое. А, то есть, моим мужем пыталась мужа остановить и объясняла, что это мама, не нужно говорить горячо. Ну, то есть, вот знаете, как бы здесь вы делаете очень типичную такую ошибку. Вы вмешиваетесь в конфликт. То есть, нет ничего более эффективного в плане конфликта. Как-то вот продолжить, да, чем начать него вмешивать. Вот. Двое ругается, с третьей не встревай. Это же такое вот золотое правило. Исключение составляет то, о чем я говорил раньше. Дальше. Мать и её же считают, что у них прекрасные, прекрасные отношения с сыном и им не нужно их мирить. Но почему-то она не говорила об этом тогда, когда за неё заступалась. Смотрите, мать здесь имеет свой выбор считать отношения с сыном какими угодно. Вот. Кстати, не кажется ли вам, что для очень хорошего человека вашего мужа и очень хорошего человека вашей свекрови, как-то вот свекровь с мужем ссорится. Не кажется ли вам это странно? Но здесь мать находится в своём праве считать отношения с сыном такими, какими она их считает. Так же, как она находится в праве ничего не говорить, когда вы за неё заступались. Почему? Потому что это ваш выбор. Теперь она передаёт через сестру мужу, что нужно поговорить и считает, что я должна ей позвонить. Ну, человек по-разному относится к конфликтам и по-разному их решает. После таких слов я больше звонить не буду, ведь это не я оскорбляла и не унижала. Ну, вы здесь на самом деле, как бы, занимаете позицию такую, на мой взгляд, не слишком зрелую. То есть, если вас задело, то, ну, вы можете как раз таки прийти к свекрови и лично ей об этом сказать, прямо глядя в глаза. Взять ответственность. Помогите, пожалуйста, советом, как с такой женщиной общаться дальше. Да никак, если не хотите. Если не хотите, не общайтесь. А если считаете, что нужно общаться, то в первую очередь ответите себе на вопрос, для чего? Если ответите, то нужно, ну, нужно в таком случае идти на контакт с человеком, принимать его таким, какая она есть. Сукровь я имею ввиду. Перед этим поработать с тем, что вас задело, с обидой и так далее. Вот. Хочется сказать, что этой ситуации бы не было, если бы у вас в жизни было бы все в порядке и у Сукрови тоже. То есть вам бы нужно пересмотреть свою жизнь, насколько эффективно и корректно для себя вы живете. На этом все. Желаю вам всего самого доброго. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу.